Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Меня зовут Виктория, я представитель аналитического отдела качества. Вороняй интересовались дополнительным доходом и общались с нашим менеджером. Звоню спросить, как вам вообще работа нашего менеджера, хорошо ли он вам подал информацию или плохо, возможно. Виктория, вот просто отлично, просто отлично. Отлично. Хорошо, а почему тогда передумали? Да я не передумал. Работаете на сфере? Нет, связь оборвалась, он трубку бросил, да и все. Ага, я поняла, связь оборвалась. Хорошо. Хорошо, давайте тогда немножко с вами познакомимся. Давайте. Вы вообще сейчас работаете, вот в какой сфере к нам пришли? А к вам это куда, Виктория? Вы забыли компанию упомянуть, в которой работаете? Случайно, наверное, да, ведь? Алло, Владимир. Да-да-да, я слушаю. Алло, Виктория, слышно меня? С какой компанией я звоню? Опа, с какой компанией я звоню? Алло, Владимир. Виктория, ну я даже услышал, как вы спросили, с какой компанией вы звоните у человека сидящего рядом. А, с какой я звоню в компании, да? Ну ладно, да, да, откуда вы звоните? Биткоин профи, да. Какой? Алло. 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 Владимир, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Позвольте представиться, меня Эдуард зовут. На связи я с вами по причине вашего диалога с моей коллегой Елизаветой Красновой о нашем проекте автоматической торговли на финансовых рынках, где вы оставляли свои данные. И хочу узнать у вас, то есть, что вас не устроило в диалоге, почему по итогу не приступили к сотрудничеству с вами. Эдуард, было бы неплохо для начала, если бы вы назвали, какую компанию вы представляете? Вы как-то это упустили в начале разговора. The Wealth Matrix, соответственно, мы представляем. Как называется? Wealth Matrix. Wealth? Да. Matrix, ух, звучит как сурово. Так, и что? Вы оставили свои данные в нашем проекте автоматической торговли, поэтому я с вами и на связи. А, вот. И вопрос, который я вам задал, да, диалог вы ввели с моей коллегой Елизаветой Красновой 9-го числа. Ну, вы помните хотя бы, что вчера-то было? Я вот, например, не помню, что было вчера. Поэтому, что было 9-го числа, я тем более не вспомню. Поэтому, мне кажется, мне трудно будет вам помочь тем, чтобы что-то вам просветить на эту тему вас. Я, наверное, не смогу. Хорошо, Владимир, в любом случае вопрос регистратор вы помнить должны, ведь вы своими руками ваши данные указывали, как Владимир Касаткин, электронная почта, этот номер телефона. Все так и есть, да. Что вы искали для себя в сфере инвестиций, вот, для себя? Эдуард, я искал в сфере инвестиций для себя возможность защитить свои денежные средства от инфляции, то есть купить на них акции российских компаний и положить их на длительный срок. И сдается мне, что ваша компания в этом деле мне не помощник. Почему вы так считаете? Ну вы же как-то там, Вэлс Матрикс, она же, наверное, чем-то другим занимается или этим тоже? Мы специализированы по факту на торговле. По факту? А по-другому как вы еще специализированы? А по-другому никак. А, ну тогда бы ясно. Если по факту специализированы на торговле, тогда да. Но мне как-то таковая торговля-то, наверное, не очень нужна. Мне нужно один раз купить акции, положить их, и пускай они лежали бы. Так, к вам вопрос, Владимир. Как вы планируете себя защитить от инфляции при приобретении на фондовой бирже, например, на Московской, на Питерской и так далее, акций наших денежных компаний? Если в суть в том, что они сейчас падают. Падает кто? С вчерашними событиями, в частности. Падает кто? Ондовый рынок падает. Ну так как раз же, когда падает, и надо брать. Потом-то он же отскочит, потом же будет рост. Пока падает, надо брать. Если будет стабилизация. Если будет стабилизация. Ну а куда она? Она произойдет? Я ничего не думаю. Мне просто старшие товарищи сказали, ты что сидишь? Инфляция уже скоро двузначной будет. Ты свои деньги так все потеряешь. Они у меня в банке лежат там на счете. И они говорят, ну ты что, Вася, ты вообще что ли не шаришь? Надо акции купить, положить, и они всяко будут выгоднее, чем банковский склад. Поэтому вот я этим и заинтересовался. Я не очень в этом понимаю просто, Эдуард, поэтому мне трудно ориентироваться. Что там будет, когда, а уж тем более прогнозировать что-то. Ну это вообще не мое. Прогнозировать могут только специалисты, которые работают в этой сфере. Все правильно. Ну да. Соответственно, рынки это как работа. Тут нужно обучаться и понимать, что к чему. Мы в этом плане предоставляем работу, в частности, с специалистом-аналитиком. Так. Который вас в первую очередь обучает информацию. Понятно. А вы не такой? Почему? То есть вы не специалист, не аналитик? Я являюсь менеджером нашей компании. В первую очередь предоставляю общую информацию, но также занимаюсь торговлей. Поэтому познания в этой сфере у меня довольно глубокие, в отличие от обычного жителя нашего государства. Хорошо, Владимир. Касаемо вашей регистрации и приобретения акций. На странице регистрации было четко указано, что по факту это торговля. Опять же, по факту там слова не было такого, что по факту это торговля. Там, понимаете, как все получилось? То есть выскочил баннер, я на него кликнул, а у меня автозаполнение форм стоит. И, в общем, у меня все заполнилось, и вот вы мне звоните. Вот как. И вы два раза кликнули, получается. Хорошо? Ну да. Хорошо. По диалогу вашему с Елизаветой Красновой, все-таки повторюсь по вопросу, что по условиям вас не устроило, что не стали с вами работать? Да блин, Эдуард, ну елки-палки. Ну я же сказал, ну я вчера не помню, что было, а вы хотите, чтобы я неделю назад вспомнил. Но я единственное, что могу предположить, то есть я, что я начал задавать вопросы какие-то, наверное, она просто не смогла ответить и бросила трубку. Потому что я трубки никогда не бросаю. Интересно. Да. Представляете, я вижу по антеке вашего диалога, что вы действительно задавали довольно много справочных вопросов, которые есть в этом доступе в интернете. Вот, вот, вот. Да, она вам предоставила информацию, информацию она вам предоставила, и дальше вы просто трубку не взяли. Не взяли? Так если мы разговаривали. Да, представляете. Нет, ну как? Я мог не взяли. Не взяли трубку ни девятого, ни десятого, ни одиннадцатого. А потом стали вы недоступны. Она с вами пыталась связаться. Не, ну может я в это, понимаете, я иногда в таких местах бываю, где связи просто нет, поэтому ничего удивительного. Ну вот вы же до меня дозвонились с первого раза. Да, удивительно. Повезло, знаете. А, ну вы знаете, сложно дозвониться. Значит, вы везучий человек, если вот прям раз хлопки дозвонились. Ну давайте я вам эти вопросы задам. Вы сможете на них ответить? Так вы нам уже на них ответили. Мы же не будем кругами ходить. Почему не будем походим? Чего уж нам не походить кругами-то? Прежде чем мы с вами уйдем в старочные два часа, я задам вам один вопрос. Угу. По факту. По факту, опять же, конечно, по факту. Обязательно именно по нему. Да, по факту. По факту. Именно по факту, Владимир. Ой. Вопрос следующий. Мы предоставляем вам аналитику на финансовых рынках. И возможность на этом, да, зарабатывать действительно. Угу. Получаем 10% от вашей прибыли. Так. Когда вы ее выводите за свой счет. Ага. Соответственно, вопрос следующий. Инвестиции у нас начинаются, да, люди с разных сумм работают. Кто-то с крупных, кто-то с более маленьких. Угу. А по регламенту нашей компании начинаются они от 15 тысяч рублей. Блин, да что это за инвестиции-то? По регламенту... Да что это за инвестиции 15 тысяч рублей? Это, чтобы вы попробовали и посмотрели. Да в ресторан с девчонкой сходить один раз. Вот и все ваши инвестиции. Да. Если вы желаете начать с большей суммы, это ваше право. Да. Но по регламенту начинается именно с такой. Понятно. Соответственно, мое предложение заключается вам именно в этом. Вадим бы сейчас прям порадовался. Услышал бы это слово вот по регламенту, он бы просто возбудился. Он бы просто захотел его сразу почитать, полистать. Но я не такой, я не буду у вас спросить регламент вашей компании, тем более уже читать его и листать. Итак, что там по регламенту-то? Я вам все озвучил. Угу. Не, 15 тысяч у меня есть, конечно. Хорошо. Это единственное то, что вас интересовало? Не-не-не, подождите. Вы же говорили, перед тем, как отвечать на мои вопросы, вы зададите свой. Я на него ответил? Да, все правильно. И почему я его задал вам сразу, Владимир? Да, да, да. Почему я задал его вам сразу? Потому что я понимаю суть нашего диалога, что вы, вот это при всем уважении к вам сказано, ни в коем случае, не в обиду, настроены крайне несерьезно. Ведь время, которое вы, Елизаветы, вот справочными вопросами потратили, планируете потратить и мое. Угу. Что вам это даст? Вот. Что именно это? Я не очень... Вот что это? Вот вы говорите, что вам это даст? То, что вы получите ответы на справочные вопросы, которые есть в открытом доступе в интернете. Хорошо. Хорошо, только вы сами-то пойдите, найдите себя в интернете для начала. Так вы же нас нашли? Нет, я не вас нашел. Баннер рекламный выскочил, я кликнул. И это был не Велл Матрикс, а вообще какая-то там, типа Газ Руси или что-то в этом роде. А звоните вот именно вы. Владимир, вы уже запутались, где оставляли ваши данные? А, ну это тоже возможно. Да, вы сами сказали, вы забыли. Да, да, да. Вы забыли, да. Часто регистрируетесь, Владимир? Не, не часто. Просто вот месяц, как я начал интересоваться этой темой, и где-то, наверное, три или четыре баннера так выскакивали из спама. Ну, я на них кликал, да и все, думаю, ну что ж. И вот звонили пару раз, может быть, даже Елизавета ваша пресловутая, но вот особенно я не это не запоминаю, потому что заканчивается всегда почему-то одинаково все, под неожиданным обрывом связи и все, и никто больше не перезванивает. Поэтому я не особо так заморачиваюсь, но тем не менее интерес к теме остался, и я его пытаюсь, этот интерес реализовать в нечто большее, то есть чтобы какие-то действия, а еще лучше, чтобы доход какой-то получился. Но пока как-то не ладит в процессе. Так а что у вас не получается? Вы с кем-то работать начинали? Да не начинали, но вот именно до работы не доходит. Вот, Эдуард, вот давайте-ка, вот я говорю, сейчас задам пару-тройку вопросов, вы точно так же трубку потом неожиданно бросите и скажете, что связь оборвалась. У вас вопрос простой. Велматрикс это российская компания или иностранная? Велматрикс это компания Российской Федерации. О, клево. Регулятор? Не-не-не, подождите. Это живой генера, что является контрабандой. Да. Плохо слышно, поэтому давайте мы по очереди. То есть российская, да? Да, все правильно. Клево. Ну вот. Является ли компания, вот эта Велматрикс, брокерская компания? Все правильно является. То есть, да. Ну вот, ну вот как я и говорил, как до вопросов доходят, так сразу связи конец. Эдуард, я тут... А, вы тут, оу, прекрасно. Я уж думал, что, я уж думал, да, что все как всегда. Эдуард, я не зря задаю вопросы таким образом, чтобы оппонент отвечал либо да, либо нет. Чтоб потом не соскочил и не сказал, вы меня неправильно поняли. Алло. Алло, Владимир, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Виктория. У меня есть компания Simpleway по поводу вашей заинтересованности в дополнительном доходе. Сейчас, секундочку, секундочку. Так, Виктория, вы говорите, да? Да, меня зовут Виктория. А, Виктория. Simpleway? Да, все правильно. Так, слушаю вас. Смотрите, Владимир, наша компания работает в сфере биржевой торговли. Знаете что-нибудь об этом? О вашей компании? О биржевой торговле что-нибудь слышали? Слышал, что есть такая торговля, называется биржевая. Хорошо, я так понимаю, хотели зарабатывать именно в этой серии, верно? Ну, я не очень разбираю, что как-то связь не очень... Что вы сказали, простите? Говорю, хотели зарабатывать именно в этой сфере, верно? А, да, 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 верно. Что знаете об этом? Об этом о чем? О биржевой торговле. Ну, я же уже сказал, что есть торговля, называется биржевая. Вот, собственно, и все мои познания. Я же новичок в этом, и никакого опыта и знаний... Нет, знаний кое-какие, наверное, есть, а вот опыта точно нет. Опыта нет, хорошо. Какие знания у вас есть? Ну, не фундаментальные. Ну, ничего страшного. Ну, да, я только... Все знаете. Алло, что? Да, так что же знаете? Ну, что, если биржевая торговля, то знаю примерно следующее, что есть биржа, на ней продаются акции, и эти акции можно купить для того, чтобы ими владеть. Ну, как вариант, да. Но можно торговать не только при помощи акций. Не, я бы хотел именно при помощи... При помощи акций хотел бы. Именно с акциями хотели бы работать. А почему именно такой выбор? Ну, потому что это мои предпочтения, я это и выбрал. Ну, хорошо, знаете, что можно работать с акциями. Да. Да, то есть интересовались определенной компанией какой-то. Акции какой компании меня интересуют? Ну, да. А, да, две компании. Алроса и Транс Аэро. Еще раз? Алроса и Транс Аэро. Почему именно эти компании? Ну, нравятся они мне. Хотел бы акции этих компаний купить. Вот, собственно, поэтому. Хорошо. Смотрите, Владимир, вот хотели бы зарабатывать именно в этой сфере, верно? Ну, я же уже это сказал, да. А какие у вас финансовые цели вообще? А финансовых целей у меня как таковых нет. Я просто хотел бы сохранить те деньги, какие у меня есть, защитить их таким образом от инфляции. То есть, купив акции, я хотел бы таким образом деньги защитить от инфляции. А, то есть вы хотите именно инвестировать, верно? Ну, если это так называется, то да. А если вы хотите покупать акции какой-то компании и именно так сохранять свои деньги, то это даже инвестирование. Ну, вот, да. Сфера биржевой торговли немножечко по-другому работает. Здесь мы же деньги постоянно в обороте. А, нет. Ну, вот, я просто в терминах не силен. Я же говорю, об этом мало что знаю. Поэтому, да. Ну, значит, инвестировать хотел бы, да. Ну, а в принципе, как считаете, сфера биржевой торговли могла бы вас заинтересовать? Я же уже сказал, что меня интересует. Ну, и сфера биржевой торговли могла бы меня заинтересовать. Но в этом же надо разбираться, там, читать умные книжки. Да, конечно. Ну, я так понимаю, в принципе, никаких познаний у вас нет в этой сфере, верно? Верно. Хорошо. Давайте немножечко с вами тогда познакомимся, чтобы я могла понимать, что могу вам предложить. Хорошо? Я же уже сказал, что мне надо предложить. Акции двух компаний купить я хочу. Так у вас есть возможность работать как с акциями, так и с любыми другими активами. Таких активов более тысячи. Не, мне вот акции больше близки. Я и в них как-то, мне кажется, больше понимаю, чем другие активы. Ну, хорошо. Вы хотя бы знаете, с чем есть возможность работать? Конечно, знаю. Например, с чем? Ну, в финансовом рынке есть четыре направления. Нет, криптовалюта, фондовый рынок, валютный рынок и эти активы различные, там, металлы, ну, короче, сырье. Да, совершенно верно. Ну, вот. А я и говорю, меня интересует фондовый рынок, да. Ну, хорошо. Вот смотрите, вы имеете познание о том, какие есть направления. Что еще знаете? Ну, больше ничего. Больше ничего? Угу. А откуда знаете об этом? Книжки читал. Книжки читать? И что там, только эта информация была? Ну, меня заинтересовала именно только эта информация. Поэтому о ней я и почитал. Что есть фондовый рынок, на рынке на этом котируются акции и облигации. Их можно покупать на длительный срок. Что я и хочу сделать. Ну, совершенно верно. Хорошо. Давно вообще этим интересуетесь? Месяц. Сколько? Месяц. Один. Месяц. И что, не пробовали еще ни с кем работать? Нет, не пробовал, потому что ни с кем. Я все жду, когда позвонит какая-нибудь компания, которая поможет мне приобрести упомянутые мной выше акции. Но до сих пор пока этого не случилось. То есть вы хотите при помощи компании купить акции именно вот этих двух компаний, верно? Верно. А скажите, вот хотели бы инвестировать в какую-то определенную сумму? Ну, там бы уже ближе к инвестированию мы, если бы мы подошли. Ну, так у меня, говорю, есть банковский счет, на котором лежат ненужные мне пока деньги. Я хотел бы их сохранить. Ну, я же уже это говорил. Да, ну, в среднем, это какая сама? Ну, я собирался в каждую из этих компаний, которые я называл, ну, тысяч по триста вложить, если это возможно. Если нет, то... А интересовались вообще стоимость акций данных компаний? Ну, да, интересовался. Да, и что знаете? Сколько они стоят, это и знаю. Хорошо. Да. А что вас устанавливало, чтобы купить эти акции? Я же вам уже это тоже сказал. Мне нужен помощник, который мог бы вывезти меня, как физическое лицо, на московскую биржу, где можно было бы эти акции приобрести. Я же их не могу прийти на биржу и купить их за наличие. Ну, нужна же компания Броса. Вадим, я слышал по разговору, что вы достаточно хорошо осведомлены о том, как работает данная сфера. Так что же, у вас был опыт? Я же сказал, не было. Ну, что ж мы будем одни и те же вопросы, десять раз отвечать на них. Вы спрашиваете. Просто если человек так хорошо разбирается в данной сфере, то, скорее всего, у человека был хороший опыт. Нет, вы считаете, что я хорошо разбираюсь, только из-за того, что я ответил на ваши вопросы? Нет, я не считаю, что я разбираюсь. Ну, как минимум, вы хотя бы знаете, о чем мы с вами разговариваем. Ну, это же нормально, когда люди знают, о чем говорят. Мне кажется, так и все должны поступать. Да, это нормально. Ну, да. Поэтому ничего необычного пока не происходит. Вы спрашивали, какие у меня мысли, я их озвучил, собственно. Как я уже говорил, наша компания работает именно в сфере биржевой торговли. То есть это не прямые инвестиции в акции компании какой-то определенной. Да, когда вы закупаете акции и ждете, когда вы ждете, что вам выплатят дивиденды. Вот именно так я и хочу, да. Здесь вы торгуете. В данной сфере вы торгуете. У вас есть возможность работать как с акциями компаний, так и с любыми другими активами. Ну, Виктория, я же уже вам сказал, что торговец из меня не ахти какой. Я в этом ничего особо не понимаю, потому что я по образованию инженер и технарь. Так, в чем проблема разобраться? Ну, именно в этом и проблема, что это же надо разбираться. Это же надо учиться этому. Для этого нужно соответствующее образование иметь, чтобы разобраться. Вот вы, например, что заканчивали? Для этого наша компания предоставляет возможность обучаться. Не нужно работать, но и обучаться параллельно. Какое учебное заведение вы закончили, чтобы в такой компании работать? Вас интересует, в каком возе я училась? Да, да, да. А что вам даст эта информация? Ну, я по этой информации попытаюсь определить, насколько вы компетентны в этой области. То есть, если вы какой-нибудь... Ну, смотрите, если вы... Так хорошо уж он разбираетесь. Да я не разбираюсь. Владимир. Я совершенно не разбираюсь. Ну, а как вы будете определять свою компетентность? Ну, опять же, вы назовете вуз, и я хотя бы пойму, что вы хотя бы по специальности работаете. А то вдруг вы правы. Владимир, я вам звоню по конкретному вопросу. Какому вопросу? Именно потому, что вы оставляли заявку у нас в компании. А, ну... Наша компания работает в сервере торговли. Ну, это вы уже говорили. Соответственно, вы интересовались для себя данной сферой. Все понятно, да. Я интересовался и продолжаю это делать. Хорошо. Ага. Я вам рассказываю о том, что у вас есть возможность работать именно так, да? То есть торговать. Ну, что же. Ага, я понял. То есть, так понимаете, с зарубежки у вас этого не было. Верно? Владимир. Да, да, да. Я слушаю вас. Ну, вы же говорите, вы рассказываете. Да, так что же. Вот слушаю. Сейчас, как вы расскажете, я перспективу. Я так понимаю, вас, в принципе, торговля не интересует, верно? И разбираться в данной сфере вы не хотите? Ну, я же вам об этом говорил, но вы настаиваете, поэтому я готов послушать, конечно. Почему бы нет? Что именно вы готовы послушать? Ну, как ваша компания занимается биржевой торговлей и на чем, и как зарабатывает? Так, я уже вам говорила, что есть возможность работать со различными активами. Каким образом это? Ну, клиенты-то молодцы, да. И вы тоже, раз позволяете им это делать. Только пока не ясно, каким образом это все делают. Вы об этом еще пока не говорили. Что именно таким образом? Ну, как вот происходит торговля? То есть, взяли денежку, пошли на базар, купили акции, перепродали тут же. Это же, наверное, не так происходит. Владимир, вы прекрасно знаете, как происходит процесс торговли. Чего вы взяли? Я слышу под отговоры, что вы об этом осведомлены. Нет, вот об этом не осведомлен. Серьезно? Ну, да. Владимир, слышуешь что-нибудь о торговых площадках? Да нет, не слышу. Я думал, торговые площадки – это и есть биржи. Мы именно о каких торговых площадках вы слышали? О московской бирже и санкт-петербургской бирже я слышал. Это вы сейчас называете биржа. Ну, а биржа – это и есть торговая площадка? Вот я понятия не имею об этом, оказываю. Есть приложения, есть торговые площадки, при помощи которых клиенты могут работать. Так приложения или торговые площадки? Потому что приложения, насколько я понимаю, это для телефона какие-то приложения. А торговые площадки – это место, где осуществляется торговля. Или я что-то не так? Владимир, есть у вас возможность работать именно при помощи телефона, потому что это заработок онлайн? Нет, с телефона я однозначно работать не буду, потому что у меня он для этого не предназначен. А вот с компьютером можно было бы, если это онлайн. Хорошо, можете работать с компьютером. Угу. Ну, так вы вещать-то будете? Наша команда представляет возможность клиентам торговать при помощи торговых площадок. А, ясно. Слушайте меня, хорошо? Хорошо. Ну, только вы говорите тогда что-нибудь, а то, что вы молчите больше, да спрашивайте. Так, я вам не говорю, Владимир. Так, хорошо. Дело в том, что вы, в принципе, не настроены на то, чтобы слушать нормально. Угу. Что надо для этого делать? Просто молчать? Что вы имели опыт, что вы знаете о том, как это все делается, как люди зарабатывают в данной сфере. Но почему-то пытаетесь, что, в чем-то меня подловить или что? Вообще не пытаюсь. Я пытаюсь понять, что вы хотите мне донести. А вы этого все не делаете. Вот я все жду, когда же это начнется, а это не происходит. Так, а что для вас, в принципе, непонятно из того, что я вам сказала о передаче? Вы сказали, что ваша компания занимается биржевой торговлей. Вот, собственно, и все. Это мне понятно. Теперь, как это делается и где? На каких площадках? При помощи каких инструментов? Что-нибудь слышали о такой другой площадке, как Мототрейдер? Какая? Четыре или пять? А любой хотя бы? Нет, ничего не слышит. Так откуда знаете о версии? Не, не знаю, я предположил. Нет, дорогой, вы назвали только что версию торговой площадки. Я назвал две цифры, четыре или пять, и угадал. Надо же. Совершенно верно. Ну да, бывает и такое. Владимир, у вас есть желание зарабатывать в церебиржевой торговле? У меня есть желание купить акции на долгий срок. Я вам об этом сказал с самого начала. Что вы именно о торговле? О торговле я пока не могу сформулировать ответ вам, потому что я не знаю, есть у меня желание или нет. Судя по тому, как вы преподносите... Так вы уже знаете о торговых площадках? Нет, еще ничего не знаю. Вы знаете, какие есть направления работы? Нет, ничего. Вы все прекрасно знаете, Владимир. Нет, ничего. Зачем вы играете? Да я не играю. Вы позвонили, мы с вами общаемся. Но только почему-то вы выводы эти делаете совершенно неверные. Я же сказал, я ничего не знаю. Почему вы думаете, что это не так? Потому что вы называете такие термины, в которых разбираются люди, у которых есть опыт и у которых есть знания. Ну, понятно. Это как минимум. Нет, знания-то у меня есть, а вот опыта нет. Опыта у вас нет, но знания все же есть, верно? Верно. Хорошо, что именно вы знаете? Зачем я буду дублировать информацию, которую вы знаете? Нет, дорогая моя, как вы меня назвали. Вы уж давайте своих лебушек-то отрабатывайте. Давайте-ка расскажите сначала. Владимир, я не вижу у вас заинтересованности, в принципе, работать в серебиржевой торговле и зарабатывать в этой сфере. Хорошо, что вы не видите. А пару вопросов-то о вашей компании могу вам задать? Каких вопросов? Когда задам, тогда вы узнаете, каких. Так что же вы хотите задать? Ну, я хотел бы узнать, это российская компания ваша, Simpleway, или международная? Наша компания международная. Международная. Есть ли представительство в России? Есть офисы, конечно. Офисы, вы даже сказали, их несколько? Да. Так, в Москве есть? Хорошо, смотрите, Владимир. Показывайте. Если вас интересует информация именно о нашей компании, вы можете даже сейчас зайти на сайт нашей компании и посмотреть всю информацию. Ну, хорошо. А вы тогда зачем? Для того, чтобы вам объяснить, как вы можете зарабатывать в данной сфере, но так как у вас даже нет интереса, то какой смысл? Не знаю. Если нет смысла, тогда мы можем попрощаться. Если вы не знаете, то кто может знать? Нет, ну, если в этом смысл, я понятия не имею. Я же о своих предпочтениях уже сказал. Вы меня не заинтересовали. Зарабатывать в сфере биржевой торговли? Да, хотел бы. Такой ответ вас устроит. Да, хотел бы. Каким образом? Вы расскажете, каким. Владимир, что вы знаете в сфере биржевой торговли? Ничего. Ничего не знаете? Да. Отлично. Так с какой целью хотели бы зарабатывать? Чтобы получить дополнительный доход. С какой целью еще люди хотят зарабатывать? Чтобы получить дополнительный доход. Конечно, для этого же. Так у всех разные цели. А, вот, не знал. Конечно. Угу. Ну, вот, например, хотели бы зарабатывать. Сколько? 49 752 рубля в месяц. Почему именно такая сумма? Ну, хорошо, 50. Хорошо. Это для чего-то конкретно вам нужна такая сумма? Ну, для того, чтобы она была, ее можно было бы потратить на напитки и удовольствие. На что? На напитки и удовольствие. Хорошо. То есть для себя именно, верно? Конечно. На какой сфере работаете сейчас? Авиационной. Плохо слышно вас? Авиационная сфера. Авиация. Хорошо, авиация кем именно работает? Я же говорил, инженером. Инженером? Да. Я так предполагаю, в принципе, заработок у вас хороший и стабильный, верно? Верно. Хорошо. Да. То есть, в принципе, для того, чтобы вам на все хватало, вам дополнительно нужно еще около 50 тысяч рублей, верно? Верно. Отлично. Вот хотели бы зарабатывать такую сумму. Как много у вас свободного времени? Хватает. Ну, сколько? Ну, 15-20 минут в день я для вас всегда найду. 15-20 минут в день? Да. Это то время, которое вы готовы выделять на торговлю, верно? Верно. Хорошо. Хотели бы зарабатывать 50 тысяч в месяц? Да. Понимаете вообще, как это происходит? Нет, не понимаю. Как люди зарабатывают? Я же говорю, не снимаю. Ну, хорошо. Вы знаете о том, что есть возможность свои деньги сохранить при помощи инвестиций в акции компаний? Да, знаю об этом. Правильно? Правильно. Хорошо. Хорошо. Как вы считаете, сейчас выгодно покупать именно акции и ждать, пока вам выплатят дивиденды? Я считаю, что выгодно, а вы считаете, что нет? Выгодно. Ну, вы спросили, я ответил. Хорошо. Выгодно. Почему вы так думаете сейчас? Достаточно большие темпы инфляции, верно? Что-что не слышно. Достаточно большие темпы инфляции. Да, да, большие темпы инфляции. Соответственно, если вы инвестируете небольшие суммы, то процент вашего заработка, по сути, следует инфляцией. Ну, я буду инвестировать большие суммы. Насколько большие? Ну, я же сказал, 300 тысяч в одну компанию, 300 в другую. Нормально, мне кажется. Ну, хорошо. Вы вообще рассчитывали, сколько вы будете зарабатывать? Нет, не рассчитывал, я этого не умею делать. Не умеете делать. На каких условиях, знаете, продаются акции данной компании? Нет, не знаю пока. Ну, а как же вы хотите зарабатывать на этом? Ох, вы будете рассказывать или мне будете пытать? Я уже, честно говоря, устал от ваших вопросов. Я не знаю, как я буду зарабатывать. Я сказал, чего я хочу. Ну, что же вы меня мучаете и мучаете? Вы говорите, что вы конкретно хотите работать с этими компаниями, но до сих пор даже не поинтересовались, какая у вас возможность заработка. Я поинтересовался. Почему же нет? Я поинтересовался. И что же вы узнали? Узнал, что процентов 15 в год каждая компания обещает, инвестор. Обещает около 15% в год. Притом, что там по инфляции больше 16%. Ну, пока официальная инфляция объявлена даже не двузначной, пока она однозначная, 8%. Это официально? Ну, да. Но мы же ориентируемся на официальные цифры, а не то, что на заборе написано. Владимир, одну секундочку. Сейчас я вас перенаберу. Буквально минуту. Хорошо? Пожалуйста. На связи. Алло. Алло. Владимир? Да. Добрый вечер. Добрый. Есть время у вас пока? Или заняты? Да нет, не заняты. Есть, отлично. Хорошо. Я звоню вам по поводу вашей регистрации. Угадайте, где? Ну, ну, что здесь? Что, где, когда играем? Вы себя-то назовите. Меня зовут Александр. Мы уже с вами разговаривали сегодня. Или мы забыли? Да я не мог этого запомнить, потому что вы же, наверное, не перезваниваете-то не сразу. Почему не сразу же? Компанию какую представляете, Александр? 1G Profit. Еще раз? 1G Profit. Ну, и на чем наше общение с вами закончилось? На чем наше с вами общение закончилось? На том, что вы попросили меня перезвонить вам в это время. Серьезно? Я сначала удивился, думал, как такое может быть, а потом смотрю, действительно. Вы забавный, Александр, да. Ну, давайте, пообщаемся. Давайте, пообщаемся. Скажите мне, Владимир, я вот смотрю, регистрировались, прошли регистрацию, все успешно, все хорошо, а потом говорите, что ничего не было, никогда не регистрировался и так далее. Кому я говорю? В чем проблема? Я вам не первый раз звоню, на самом деле. Мои коллеги звоните. Ну, компанию такую, как вы назвали, слышу впервые. Как сказать? Вот я знаю то, что с вами разговаривал мой коллега Иван. Не, вы меня с кем-то путаете, Иван. Как я могу вас путать? Ну, послушайте, у нас действительно жить тут серьезно. Есть программа, есть ваш, ваш указан номер телефона, также указан ваш email-адрес. Ну, хорошо. Что указать? Сайтик, вовсом, 3, собака, gmail.com. Ваш же кронодный адрес? Да, так есть. Вот. Так, почему не хотите заработать денег, не могу понять. Почему? Хочу. Хочу, конечно. Хочу. Хочу, конечно. Хочу. Правильно? Да, правильно. Вот. Ну, а так почему так долго? Вот и Иван с вами беседовал. Ну, Иван, спросите, почему он так долго беседует-то? Он сказал, что вы сказали, что вам не интересно. Вы не хотите зарабатывать. Нет, я хочу зарабатывать. Вы меня еще раз говорю. Ну, ладно, ни с кем не путайте. Давайте, вещайте. Что вы там предлагаете? Смотрите, очень отличное условие. Я не могу увидеть, потому что мы разговариваем по телефону, я увидеть не могу. Поэтому смотрите, здесь не катит это слово. Не катит, смотрите. Смотрите. Я смотрю, вы подкованы, да? Нет, я же не конь, чтобы быть подкованным. Соображаете, это уже весело. Хорошо, Владимир, значит, делаем так. Ну, ну, давайте, давайте. А вот, да, не получилось, да, подловить меня? Да, ну, еще будет время. Вы же все равно прорветесь. Вы же не можете без этого слова обойти. Какого? Без слова, которое вы хотели бы мне сказать перед этим? Нет, без слова смотрите. Потому что вы же слова поразите. Мы же по телефону разговариваем, Владимир. Куда смотреть? Как я и говорю, вы же без этого слова обойтись-то не сможете. Давайте перейдем далее. Хорошо, перейдем. Есть интересное предложение. Говорите. Обращательная работа на рынке инвестиций. Интересен вам рынок инвестиций? Очень. Очень. А почему вы говорите тогда Ивану, что не хотели инвестировать? Давайте забудем, Иван. Мы же сейчас с вами разговариваем, да, ведь? Акции алкогольных компаний. Вам интересны акции алкогольных компаний? Не алкогольных компаний, а конкретной компании. Алроса, алкоголь России. Так. И вы готовы их приобрести? Обязательно. Обязательно. А вы знаете хриночную стоимость? 66 рублей в районе 17 копеек, что-то так. Это за одну? Да, за одну. Такие дешевые акции? Видите, вы даже не в курсе. Я не в курсе чего? Вот этих дешевых акций? Ну да. Я не уверен просто, что на них можно заработать, на самом деле. Ну, это же ваше мнение. Я считаю, иначе. А почему вы считаете иначе? Потому что знающие люди сказали, что они будут расти. Знающие люди? А да. А кого вы так имеете в виду знающих людей? Вадим, Магомед, Тимур. Они вот мне сказали. Владимир, покупая... Вадим, Магомед? Ну, вот как-то так. А кто? Владимир, а кто будет употреблять алкоголь? Вы мне скажите. Ну кто? Наш многонациональный российский народ. Так а его на войну всех заберут же? Нет, всех же не заберут. Останутся же кто-то. Ну, большинство уже забрали. Ну... Или вы думаете, на этом будет все закончено? Еще будет несколько волн мобилизации. Ну, так они же там тоже пьют. Вы думаете, туда и будут отправлять? Конечно. Я думаю, вряд ли. Ну... У них немного там другие задачи стоят. А если они там еще и пить начнут, так это вообще тогда мы все потеряем. Ну да. Ну, тем не менее. Вот у меня такие соображения, я их придерживаюсь. Поэтому и хочу акцию «Алкоголь России Алроса» купить. Вот не советую я вам. Это, естественно, пахнет чем-то другим. Ну, я же ваших советов не спрашивал уже вроде как, да? А могли бы на самом деле. Я бы вас знал, дельный. Да зачем? Да зачем? Нет. У нас своя голова за плечами. Ну, почему вы не рассматриваете, допустим, какие-то иные компании? Почему вы не рассматриваете Минобороны, например? А у них нет акции у Минобороны? У них есть облигации. И облигаций тоже нет. Как это нет? Ну, то же самое, что есть, только наоборот. Владимир, если вы внимательно бы почитали, посмотрели, поинтересовали своих друзей, Владимира, там кого-то еще... Не, Вадим, Вадим, Магомед и Тимур, да. Вадим, Вадима, Магомеда и Тимура поинтересовались. Они бы вам наверняка рассказали бы касательно облигаций Минобороны. Понимаете? Ну, понимаю, да, но они говорят, что у Минобороны нет облигаций, поэтому я им верю больше, чем вам. А почему? Вы с ними давно сотрудничаете? Или это ваши близкие друзья? Нет, не близкие друзья, так сказать, товарищи. Товарищи. Коллеги по работе, может быть? Нет, товарищи, я именно так и сказал, как я. Просто товарищи. Просто товарищи, да. И вы им верите? Да. Вот это новость. Могли бы работать с нашей компанией, зарабатывать намного больше. Так я бы и не против, но вы же во своей компании-то чего-то не говорите, ничего. Ну, так, я вам говорю, что есть возможность. Какая? Работать с финансовым аналитиком. Ну, неплохо, давайте дальше. А вот вы мне подскажите, опыт работы с инвестициями у вас есть? Ну что, на контрольный, что ли, я вам подсказывать буду? Нет, я вам подсказывать не буду. А мы сейчас... На вопрос я могу ответить, а подсказывать нет. Есть опыт работы с инвестициями? Нет опыта, нет. Нет опыт работы, замечательно, смотрите. Я все-таки смотреть надо, да, по телефону? Помните, вы говорили, что не будет? Да. Конечно. Эх, вы, слово паразит, оно такое, оно выскакивает тогда, когда не надо. Не, если честно, абсолютно все равно. Ну, вам-то все равно, конечно, но вы даже речью своей владеть не можете. О чем с вами вообще-то говорить? Конечно. Вы уверены, что я не могу владеть своей речью? Ну, вы же, тем не менее, обещали не говорить слово, смотрите. А теперь на какой-то передаче угадать? Нет, ни на какой-нибудь передаче. На какой-нибудь передаче угадать или остановив момент, когда слово сразу же здесь разносится? Нет, конечно, но вы же сами сказали, что вы можете не говорить это слово, тем не менее, не сдержались. Может, я так захотел. Да у вас недержание, нет, у вас просто недержание. Недержание? Конечно, конечно. Скорее всего, недержание у вас. А, ну, естественно, вы же прям стрелочный институт заканчивали, сразу стрелки-то. Давайте. Какой институт? Это там, где вы были деканом? Давайте, папу, маму давайте. И, кстати, я сразу хочу сказать. Нет, нет, смотрите. А смотреть снова смотреть? Ну, смотреть. Можете смотреть завтрашний день. Ну, хорошо. Ну, конечно. И за горизонт еще можно посмотреть. Нет, за горизонт у вас вряд ли получится, вы же, наверное, низкий рост там. Так у вас зато получится. Вы же гигант. Конечно, правильно, потому что мы высоко сидим. А, еще и гигант мысли. Гигант мысли. Дистант мысли. Вот такого, честно, я не слышала сейчас за все время работы. А надо классиков жанра читать. Там вот эта фраза. А какой-то классик? Там фраза-то гигант мысли, отец русской демократии. А классики это Ильф и Петров. Я очень знаю много таких произведений, как, знаете, Ильфа и Петрова, но не встречал их. Я только улицу встречал Ильфа и Петрова. Напомните, как вас зовут? А вы постарайтесь вспомнить. А зачем мне это не нужно? Вы же классиков запоминаете. Вот попробуйте мое имя вспомнить. Да ну зачем? Вы для меня голос в трубке. Еще вас запоминать. Алло, алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Булатов. Давайте представлюсь. Отдел контроля. Буквально минут хотел ли узнать, звонил ли вам наш менеджер. Если да, то оцените, пожалуйста, его работу по шкале от 0 до 10. Компания наш проминвест беспокоит. А, ну тогда 9. Скажите, пожалуйста, как вам работа с ним? Все ли вам было понятно, что он вам говорил? Или были какие-то вопросы? Нет, все было понятно. Все понятно? Да. Все было понятно? Начали вы сейчас с отраничей, что скажите, пожалуйста? Нет, не начали. Что вас остановило? Ну, то, что разговор прервался. И с тех пор больше ни слуху, ни духу там как раз начали выяснять некие вопросы, касаемо предстоящей работы в сегодняшнем дне. И связь прервалась, и все закончилось. Вот. Скажите, пожалуйста, вы помните, когда примерно он вам звонил, потому что я сейчас буду поднимать тогда базу, искать этого менеджера, и будем разбираться по поводу этой ситуации? Да, я как-то не смогу припомнить. А, вот, сейчас скажу. Звонил Александр, это было вчера в районе часов, это, наверное, 15-15.30, наверное. И еще Сергей Александрович Соколов звонил. Сергей Александрович Соколов. Так, и Сергей Александрович Соколов говорите, да? Да, говорю так. Ну, по крайней мере, так он представлялся. Я не знаю, насколько есть. Да, спасибо большое. Тогда я сейчас запишу это все, подниму базу, посмотрю, кто это вообще, когда они звонили, и что они вам говорили. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, они предлагали сотрудничество с нашей компанией, правильно? Да, именно так. И я был согласен сотрудничать с вашей компанией. Вы, пожалуйста, еще раз назовите ее только правильно. То есть, как она называется полностью, пожалуйста. Смотрите, наша компания «Газпром Инвест». Мы работаем на финансовом рынке, помогаем клиентам. У нас есть постоянные клиенты, которые сотрудничают с нами. И вся суть – это торговля, в принципе, на финансовом рынке. Вам это интересно? Если хотите, мы можем с вами сейчас, в принципе, пообщаться на эту тему. Ну, а почему бы нет? Вас Юрий зовут, вы говорите, да? Да, да, да. Булатов моя фамилия, зовут Юрий. Ага. Ну что ж, почему бы не пообщаться, если вы в теме? А то, может, вы просто качество проверяете, а сами в этом, в торговле на финансовых рынках ничего не знаете, как и я. Если вы специалист, то почему бы не пообщаться? Нет, почему? У меня, да, 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 у меня есть опыт. Я сам отлично торгую. Очень боялся, на самом деле, когда начинал. Но потом развеяли мои сомнения. А почему вы боялись? У вас был отрицательный опыт какой-то, что ли? Почему вы боялись? Да у меня, в принципе, опыта не было, знаете, как такового. Я сам пробовал торговать на валютных парах, начинал. Ну и очень много сливал, 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 потом расстроился. Ну, то есть это и есть отрицательный опыт, да? Вот именно в этом, в том, что вы сливал. Да, да, да. Ну, понятно. А вы, то есть вас, получается, как клиента сначала, да? Вы как клиентом были, а потом стали сотрудником этой компании, так что ли? Да, да, да. А, то есть у вас... Я с ними посотрудничал, мне все очень понравилось. Ага. Да, я записался на собеседование и прошел. Вот как, ну, здорово. А у вас соответствующее образование для этой деятельности или вы самоучка, самородок? Я самоучка, меня сопровождал аналитик этой компании. Он меня вел на всем пути и рассказывал, обучал, наставлял. Вот как вам... И уже спустя два года я уже вышел на эту возможность. Ну, вот видите, бывает же так, что вот ведет людям в жизни, да, что вот попадаются такие поводыри, которые и обучают, и помогают, и в итоге вот таких результатов добиваются. Ну, прекрасно. Да, да, было много трахов, но вот... Да, какой же у вас ежемесячный доход сейчас? Ну, смотрите, все зависит от того, какую я сумму инвестирую, но в основном это где-то от 30 до 40% в среднем. Ага. Нет, а доход какой? Вот сколько вы инвестируете в месяц? Я чтобы ориентироваться, чтобы знать, могу ли я так или нет? То есть сколько надо вот инвестировать примерно хотя бы? Ну, смотрите, я вот с 15 тысяч начинал. Мне посоветовали эту сумму. Вот, сказали, что будет минимальная... С 15 тысяч долларов вы начинали? Это потеря? Нет, с 15 тысяч рублей. А, так что ж вы там тогда... Что ж вы там тогда заработали с этих 15 тысяч рублей-то? Ну, смотрите, я когда начинал, я вот, получается, поставил 15 тысяч долларов и на протяжении месяца начинал торговать, торговать, торговать. Так все-таки 15 тысяч долларов вы поставили? Вы сейчас только что это показали. Простите, я оговорился, наверное, рублей. Нет, долларов это очень много. Ну, понятно. Я еще в долларах пока в таких суммах не торгую. А, ну, ясно. Понятно. Я стремлюсь к этому. Это правильно. Да, да, да. Так я так и не понял. У вас сейчас, на сегодняшний... Как нет? Сегодняшним днем, какой у вас доход в месяц примерно? Ну, в среднем. Ну, в среднем 70-80 тысяч. А, ну что ж. Это приемлемо, приемлемо. Хорошо. Ну, в принципе, да, да. Какие-то расходы перекрываются. Знаете, семью прокормить уже могу уже проще. А у вас уже семья есть? Судя по голосу, вы молодой человек. Да, у меня есть жена. О, жена есть. Жена, это в виде семьи ее, да. Ее попробуй прокормить. Особенно, когда она там в два горла там схомячит. Да, да, да. Особенно, когда у нее плохое настроение там и все такое. Ну, да, действительно, действительно. А детишек у вас нет пока, да? Приходится как-то задабривать. Детишек пока еще нет, думаю, рановато. Ну, в принципе, да. Хочется ли там... А сколько вам лет, что рановато? Хочется ли через пять. Хочется лет через пять меня 24 года. А, ну, конечно, конечно. Куда еще так рано? Естественно. Ну, понятно. А жена-то в супругу у вас работает, нет? Или она на вашей шее сидит? Она сидит на моей шее. Вот, феминистки. Она у меня такая, не самосообразительная. А, вы специально такую выбирали, да? Чтобы на ее фоне казаться прям этим отцом русской демократии и кладезью народной мудрости? Да нет, на самом деле. Просто как-то было много людей, которые плевали в душу, да? И вот этот человек, который, в принципе, поддерживал меня. Ну, понятно. И много ситуаций прошел со мной в жизни. Ну, что ж, это здорово. Вот, тогда подскажите, пожалуйста, еще раз. Я хочу еще раз по поводу тех менеджеров уточнить. Значит, как я понял, это был Александр. Он вам в 15 где-то примерно звонил 0-0. И потом Сергей Соколов, правильно? Сергей Александрович Соколов даже, да, правильно. Он вам в это же время звонил, да? Или чуть позже? Ну, чуть позже, да. Я так, честно говоря, и у меня записи-то остались, а вот время я не ставил. Теперь вот буду время ставить. Теперь вот напротив вашего имени поставлю, там, допустим, 11-20, да? Где-то так. Что-то следующий человек, который представится сотрудником отдела качества, тоже я ему мог сказать, что вот Юрий Булатов звонил и все такое. Мы прекрасно поговорили. Отлично. Ну, смотрите, в принципе, если вы тогда хотите продолжить диалог касаемо партнерской компании. Ладно, пока еще пропустим, потому что вы каждый раз говорите это слово, смотрите, мне прям ухо режет, потому что по телефону, как я увижу, вы там показываете, что поэтому немного это как-то не очень. Ну, ничего. Ну, смотрите, просто, что я хотел сказать. Смотрите, что хотел сказать, тогда послушайте, что вы хотели сказать. Так, что было правильно, наверное. Слушайте, да, 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 да. Простите, да, слышите. Слушайте, я сейчас тогда буду искать этих менеджеров, разбираться. Если вам интересно, я вас переключу на нашего финансового специалиста, и вы с ним уже продолжите разговор. Познакомитесь, он буквально все расскажет вам подробнее, хорошо? Нет, это было бы неплохо, только у меня осталось пара вопросов к вам. Вы сможете на них ответить? Да, конечно, конечно. Ну вот, скажите, пожалуйста, где находится офис вашей компании, адрес его назовите? В Москве находится. Адрес его назовите. Адрес. Простите, пожалуйста, вас плохо слышно. Адрес офиса назовите. А то, как всегда, связь плохо становится слышной, как только вопросы начинаешь задавать. Алло. Алло, алло. 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 Алло, Владимир. Да, это я, Юрий Булатов. Общались только, что с вами у нас связь оборвалась. Правда? Отлично. Я вам звоню почему. У вас есть вопросы, моя задача на них ответить, чтобы вы, в принципе, все понимали. Ну давайте, Владимир. Подготовились, да, уже? Да, я на самом деле и так и знаю, я на самом деле готов просто. Ну да, просто она всегда обрывается именно тогда, когда вот вопросы начинаются, и она либо становится хуже, либо обрывается вовсе. Ну не беда. Итак, так называется компания, в которой вы работаете тут, конечно, ничего страшного. Компания называется «Газпром инвестиции». Да. Это зачерняя компания компаний «Газпром». Не-не-не, подождите, вы же говорили «Газпром инвест» называется, а теперь «Газпром инвестиции»? Ну, сокращенно. А сокращенно от чего? От «Газпром инвестиции»? По сути, одна и пять. Не-не. «Газпром инвест» — это сокращенно от «Газпром инвестиции», Владимир. Вот как, вот как. «Газпром инвестиции» оказывается. Ну, «Инвест» — «Инвестиции», да, только по сути обрезано слово наполовину. А, то есть правильно она называется «Газпром инвестиции», так? Ну, если полное название. Ну, как оно полное, вот так? «Газпром инвестиции»? Да, «Газпром инвестиции», все верно. Все, все, теперь вот четко, ясно. Офис где находится? Адрес офиса назовите. В башней федерации. Не-не-не, адрес. Не место, а адрес этого места. 24-й этаж, кабинет 192. Да ну что ж вы, Юрий, вы письма никогда не писали, что ли? Адрес. Вам нужен адрес башней федерации? Нет, мне нужен адрес вашего офиса. Итак, город Москва, улица такая-то, дом такой-то, корпус такой-то, или строение такое-то. Вот как адрес пишется и диктуется. А, все, отлично. Да, поехали. Записывайте, город Москва. Так, есть. Москва-сити. Нет, такого нет. Улица как дальше идет? Дальше идет улица. Москва-сити, такого нет. Город Москва, а улица какая? Ну что вы, Юрий? Пресенская. Да я тут, я с вами. Хорошо, ну-ка давайте еще раз. Улица Пресенская. Так, как вы сказали? Пресенская. Ну, правда. Рано, что вы не знаете, на самом деле, где находится Москва-сити. Вы с вами из Москвы? Нет, я нет. Откуда вы? Поэтому мне можно не знать. Итак, улица как называется? Пресенская. Ага, дом какой? Двенадцать. Дом двенадцать. Ну, вот видите, как все просто. Десятый корпус. Да нет, это не надо уже. Записывайте, десятый корпус. Это уже не нужно. Уже вы с улицы уже все мне сказали. Четвертый этаж. Да, с улицы вы мне уже все сказали. Так же, у нас есть офисы, в принципе, и в других регионах. Вы должны понимать, что Москва страна обширная. И работать со всеми клиентами, как и на дальнем доступе, так и в других регионах. Москва, да, страна обширная. Особенно Москва, она, конечно, страна. Россия. Ну да. Да, Россия. Какая разница? Да, с улицы, конечно, беда у вас. Вы, наверное, еще язык-то не натренировали на произношение, да, в московских улицах, уж тем более набережных. А расскажите, как правильно? Да зачем я вас буду учить? У нас это не принято. Да почему же? Ну, потому что, потому что вы даже не сможете ее правильно произнести, эту улицу. Я хочу от вас услышать, как правильно. Ну, неужели я буду все ваши желания исполнять? Еще чего? Зачем это? Нет. Тем более бесплатно. Это не желание, это просьба. Так вы же сказали, я хочу, а хочу, это значит желание. Нет, ваши хотелки мы исполнять не будем. Хорошо, Юрий, проходим дальше. С адресом все понятно. Ну, назовите теперь. Сейчас опять связь. Кстати, сейчас опять связь, кстати, поломается наверняка. Назовите ИНН вашей компании. Нет, вы чего? Я готов отвечать на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Хорошо, отлично. Назовите ИНН вашей компании. Запросто записывайте. Плюс семь. Да, мы с плюса начнем. Так интереснее будет с вами поиграть. Две семерки. Да, это начало. Две семерки. Триста шестьдесят. Пятьдесят. Два нуля. Три. Три? Три. Ну, хорошо. И вот теперь скажите, ИНН какой компании вы мне продиктовали? Компании Газпром. Вот именно. А вы какое имеете отношение к компании Газпром? Если вы непосредственно получаем, что вы, кажется, меня не слышали, да? Что вы получаете? Вы, кажется, меня не услышали до конца. Непосредственно вы меня не слышите и, кажется, не услышали мою четкую фразу, что мы являемся дочерней компанией Газпром. Это я услышал. А раз уж мы являемся дочерней компанией Газпром, мы также платим налоги, как и Газпром. А ИНН, как вы должны понимать, это код налогов, по которому они и платят. Как? Это код налогов? Юрий, блин, вам, конечно, матчасть еще подтягивать и подтягивать. Ну так вот, я вам рассказываю, что «Газпром» — это отдельное юридическое лицо. «Газпром Инвест Холдинг» — это другое юридическое лицо с другим ИННН. «Газпром Инвест» — это третье юридическое лицо, которое имеет тоже свой ИННН, да будет вам известно. А компании «Газпром Инвестиции» нет в природе. Ее просто не существует. Вот такая вот байда, Юрий Билов. Да что вы! Ну это все, что вы можете сказать? Да вы что! Все, что вы можете сказать? Да нет, я просто вас слушаю, вы какую-то разную информацию говорите. Нет, вот насчет «Газпром». Ты даже не знал, что у нас есть три разные компании «Газпрома». Одна «Инвест», другая «Инвестиция», а третья просто «Газпром». И у всех разный ИНН. Да, да. Только еще раз. Откуда у вас такие познания? Ну, откройте, да сами почитайте. Вам же лень. Вам же лень. А нам не лень. Кто именно мне лень? Ну, посмотреть, узнать. Ну, тем, к кому вы звоните. Нам не лень проверять то, что вы говорите, а вам лень. Вот в этом-то вся и разница между нами. Я только за, чтобы вы проверяли. Так вот мы и проверяем. И оказывается... Ну, мы сейчас говорим немного о другом. Мы должны понимать, что мы разговариваем за «Инвестиции», а вы мне за «ИНН». За «ИНН» и за «Инвестиции»? Ну, да. Именно так разговаривают сотрудники «Газпром Инвестиций». За «ИНН». Мы с вами поговорим за «ИНН». Ой, ладно, ладно. Мне кажется, ладно. Ну, да, да, да. Ну, да, да.